Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прио. С каждым днём обновление 9.2 всё ближе и ближе. Да, на текущий момент мы не знаем точную дату выхода, но мы знаем примерную дату выхода. Об этом есть видосик отдельный на ютубе, можете заглянуть в плейлист по 9.2 и глянуть. Само собой, остаётся всё меньше времени с целью того, чтобы сделать что-то определённое. Каждый играет в игру и ставит перед собой какую-то цель. Кто-то хочет заиметь большой рейтинг, кто-то хочет получить кромку перед тем, как страдает новое обновление, ну а кто-то просто хочет пофармить побольше голдишки, пока это актуально, например, в конце сезона. Сегодня поговорим абсолютно обо всём и поговорим о том, что можно и что нужно сделать до выхода следующего обновления 9.2. Будет несколько пунктов, несколько разделов. Первый, пвпшный, давайте я думаю начнём с него. Что я рекомендую вам сделать в пвп, получить чарочку за 2100 рейтинга. Набиваем рейтинг 2100 абсолютно в любом брекете и получаем красивую, замечательную чарочку на оружие, иллюзию чар. Быть может она пригодится вам в будущем и, быть может она будет хороша для вашего какого-то будущего трансмога. Далее рекомендую потратить абсолютно все очки завоевания. В тот момент, когда страдает новый сезон, очки завоевания переведут в очки чести, а очки чести, которые будут выше 15000, их просто переведут в серебро, даже не в золото. Само собой, намного выгоднее просто взять и за завоевание купить то, что хочется. То есть, например, какие-то вещицы пвпшные. Хоть они и лоу-гирные, но вдруг у вас есть рейтинг, и вы можете их проапать. Также можно просто-напросто взять и купить проводнички. Чем выше ваш рейтинг, тем выше вейтом левела будут проводнички. Таким образом, можно будет их не лутать, например, с корти, или не лутать с рейдов. А также с обновления 9.5 появилась довольно-таки интересная механика. Интересная такая появилась возможность траты очков завоевания. А конкретно, покупка сундучков с такими же 220 вещицами для твинков. Ну и, конечно, для мейна тоже подойдет эта шмоточка, почему бы и нет. Мы подходим к флаймастеру на втором этаже в Оребосе. Рядом с ним стоит моб. И у этого моба можно за 375 очков завоевания купить сундучок. В этом сундучке находится рандомная вещица, пвпшная, 220 вейтом левела. Эти сундуки довольно-таки хороши для того, чтобы просто-напросто отправить их на твинков и открыть и получить какой-то хотя бы стартовый эквип. Раз уж я начал говорить про рейтинг, то не стоит забывать о рейтинговой сезонной награде. Текущая рейтинговая сезонная награда это свирепый боевой горм. С целью его получения нужно наполнить сезонную награду до 100%. У меня на текущий момент пишет седло ярости, потому что просто-напросто горм уже получен. Вот он, он такой вот альянсовский, тут бочонки, эмблемка альянсовская, довольно-таки интересный маунт, но он очень большой и не пролазит в какие-то дверочки. Пожалуй, в этом его единственный минус. Последний пункт тоже связан с рейтингом. Для получения текущего сета, который вы видите на экранах, нужно получить 1800 рейтинга. Это латный сет, само собой имеется кожаный сет, тканевый сет и кольчужный. Они тоже довольно-таки красивые и кому-то, быть может, они реально зайдут и кто-то их реально захочет даже затрансмокнуть. Почему бы и нет? Но мне больше нравится с мифик рейда. Он красочный. Пвпшный тоже хорош, не спорю. С пвпшными штучками разобрались. Я думаю, добавить более нечего, но если вдруг есть, то дайте знать об этом в комментариях. Перейдем к пвешным штучкам. Что он смеется? Начнем, пожалуй, с мифик плюсов. И что я рекомендую сделать до старта обновления 9.2? Ну, хотя бы пройти один мифик плюс данж. Хотя бы второй, хотя бы тризну. Быть может, вам он упадет, почему бы и нет. Также не стоит забывать о замечательных великих подвигах, за которые мы получаем разные награды. 750 рейтинга, обычный великий подвиг. 1500 рейтинга, великий подвиг и наградное звание Замученный. Довольно-таки интересное звание в текущих реалиях. За 2000 рейтинга мы получаем маунта. Маунта под названием Искаженный Вестник Смерти. Сейчас я его открою и, собственно, продемонстрирую. Это за первый был сезон. Это за второй сезон Вестник Смерти. Изменений мало между первым и вторым, но это плюс один маунт в коллекцию. Не стоит об этом забывать. Также не стоит забывать о том, что имеются и более высшие достижения в мифик плюсах. Помимо обычных прохождений пятнашек ради получения 2000 рейтинга, можно испытать свои силы в 20-х ключах. На текущий момент довольно-таки легкие аффиксы, довольно-таки легкие недельки. И закрыть 20-ки в таймер не составит труда. Если у вас имеется хорошая группа, если вы хорошо одеты, почему бы и нет, возвращайтесь в игру и спокойно закройте 20-ки. Также имеется замечательное звание за 0,1% рейтинга. Но кому я буду это рассказывать? 0,1% людей, посмотревших это видео? Давайте просто-напросто отбросим этот пункт. Идем дальше. Следующий пункт это потратить очки доблести. Очки доблести аналогично очкам завоевания будут переведены в серебро по окончанию сезона. И какой смысл просто-напросто полдить очки доблести и держать их в своей сумке, если можно их потратить на замечательную шкуру, которая стоит очень дорого. Вполне. И это реально выгоднее. Мы тратим 750 доблести и получаем 10 толстых загрубевших шкур. Это 2000 голды, 2200 голды. Да, само собой. Разный сервер, разная цена. И люди, посмотрев этот видос, будут выкидывать эту шкуру на аукцион, будут, наверное, демпить. Но вы знаете, кто будет демпить. Я к аукциону вас просто не подпущу. Не занимайтесь такими вещами. Купили мешочек. Открыли мешочек. Сели на аукцион. Ну или у кого-то поюзали. Кликнули. Еще раз кликнули. Поставили. Все. Вообще ничего не нужно вводить абсолютно. Все сделано за нас. Переходим к следующему пункту. Следующий пункт. Это слава герою темных земель. Данжи станут тяжелее. Даже самые обычные мифические нулевки. Даже героек данжи. Даже нормал данжи. Потому что старает новый сезон. И итем левел с подземелья будет повышен. Таким образом, и сложность мобов будет повышена. Чтобы это адаптировать, близзы именно так и делают каждый сезон. Усложняют подземелья. Так почему бы сейчас не влететь овергирнутым пати в обычные данжи и не снести там абсолютно все ради получения достижений. Реально достижения можно очень легко на текущий момент получить. Да, там есть пару проблемных достижений, которые требуют некоторых кликов, некоторых там макросов и всего такого прочего. Но остальные достижения просто давятся эквипом. Следующие три пункта можно вообще объединить в один. А конкретно рекомендую вам пройти рейд. В героях сложности, в мифе к сложности. Опять же, ради получения достижений по типу героя своего времени и на кромке лезвия. Также ради сбора красивеньких сетов. Также ради своего одевания. И также ради апгрейда проводников. Почему бы не на аппоте их сейчас, потратив чуть-чуть времени. Чем потом как-то ощущать себя ущемленно при лоу гирных проводниках, при лоу гире. По одевайтесь маленько, потратите на это чуть-чуть времени, чтобы потом вам было просто-напросто проще попадать в какие-либо группы. А теперь поговорим о торгасте, о моем любименьком. На самом деле я бы реально ходил у него 24 на 7, но награды там не о чемные. Какие награды мы лутаем на текущий момент? Давайте чуть-чуть поговорим об этом. Валюту и все. А что будет в 9.2? Тоже да, там будут немножко валюты насыпать, тоже там будут новые достижения за прохождение 16 этажа на 5 звезд. И все. Были бы какие-то более серьезные награды, я бы реально там жил. Анхолик чувствует себя в торгасте. Замечательно. Но суть не об этом. Суть о том, что нам нужно сделать до 9.2 в торгасте. Разблокировать 12 этаж. С целью того, чтобы попасть в новый 13 этаж в обновлении 9.2, нужно, чтобы 12 этаж, текущий, был закрыт у вас хотя бы на 4 звезды. Иначе вас просто-напросто дальше не пустят. Согласитесь, зачем идти в 12 этаж во время обновления 9.2, когда можно пойти сразу в 13? Ну, тратить время, я думаю, никто не хочет на лишние действия. Лучше потратить время сейчас, чем тратить его потом. Логично? Я думаю, логично. Далее. Нужно подкопить немножко валютки. Само собой, выйдет новое обновление, будут рекрафты легендарок. И нужна будет валюта. Валюта как пепел душ, которого, кстати, довольно-таки много, да, на текущий момент, окей, с ним нет проблем. А вот угли душ, возможно, кому-то надо подфармить. 1650 углей душ нужно будет для крафта легендарки. Даже самый новый. Поэтому подкопите хотя бы углей на 2-3 крафта. Почему бы и нет? Займитесь этим. Все равно в игре делать особо нечего. Ну и также не стоит забывать о заготовках. Заготовки тоже немножко нужно подготовить. Сейчас на них цена меньше. У нас на них цена реально маленькая. По сравнению с тем, что будет в 9.2. Запомните этот момент. Цены взлетят. Это факт. Ну и немножко стоит поговорить о ковенантах. Как мы знаем, в обновлении 9.1.5 дали свободную смену ковенанта. Поэтому, возможно, в тот момент, когда вы пойдете в мифик плюсы, или когда вы пойдете в мифический рейд, с вас потребует какой-то ковенант, в котором вы, например, вообще не играли. Но он эффективен, он замечателен, он нужен в этом бою. И, само собой, как мы знаем, ковенант полную свою силу раскрывает при максимальной известности. Поэтому качайте ковенанты. Лучше заняться этим сейчас, чем тратить время потом. В обновлении 9.2 время нужно тратить на одевание, на фарм нового контента, а не на фарм старого контента в виде известности. Благо, новых левелов известности не будет. Все ограничивается в 80-м. И, в принципе, прокачав все сейчас, далее уже качать, ничего не нужно будет. Вот какой-то такой список, довольно-таки объемный. Сами решайте, что вам стоит делать, что не стоит делать, чем заниматься, чем не стоит заниматься. Думайте сами, решайте сами. Если у вас есть какие-то интересные пункты, которыми, например, вы занимаетесь до 9.2, и я их не упомянул, или я вдруг о чем-то забыл, дайте знать об этом в комментариях. Обсудим, пообщаемся на эту тему. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, моете руки. Не забывайте о ссылках в описании. До скорого!